Накануне Крещения Роспотребнадзор проверил качество воды в волгоградских водоемах. Она соответствует необходимым санитарным требованиям. Специально оборудованные проруби для купания будут работать во всех районах Волгограда, в том числе и на центральной набережной, где ожидается наибольший наплыв верующих. Возле каждой купели будут дежурить спасатели и скорая помощь. Рядом развернут теплые палатки. С каждым годом очистить грехи, окунаясь в прорубь, приходят тысячи волгоградцев. Считается, что крещенская вода приносит здоровье и очищает душу. В связи с этим праздником сотрудники Роспотребнадзора взяли 8 проб воды в оборудованных купелях. По результатам исследования, опасности для здоровья она не несет. Однако специалисты советуют набирать жидкость только в специальных местах, а не в открытых источниках. Говорят, что, конечно, в эту ночь вода вся святая, что набирают, но, тем не менее, я бы этого не советовала. Почему? Ну, если говорить о микроорганизмах, о вирусах, конечно, в зимний период их практически мало будет, гораздо меньше. Есть вирусы, конечно, которые и в холодной воде себя чувствуют хорошо очень. Но в целом, все-таки микробная нагрузка, она меньше в холодный период, это однозначно. Но есть еще химическое загрязнение воды, которое как бы никто не отменял, да? Купаться также следует только в специальных местах. В Волгограде, как и в прошлом году, откроются сразу несколько купелей, а 19 января во многих храмах пройдут молебны. В Кировском районе освящение воды состоится в 11 часов утра на пристани имени Руднева. В советском прихожане Никольского храма после литургии в 9 часов все вместе отправятся на Волгу. На Спартановке верующих ждут в 11 часов у Преображенского прихода. В Краснооктябрьском районе купель организуют на территории яхт-клуба по адресу Мативосяна, 16. В Дзержинском же ждут на Ангарском пруду. В Красноармейском районе купель установят у монумента Ленина. В центре же искупаться в холодной воде можно будет у причала номер 9. Сабина Саблина, Вести 34.